Здравствуйте! Это программа Автоэкспертиза. Меня зовут Максим Приходько. Сегодня вместе с моими экспертами мы будем выбирать для вас, между прочим, что автомобильное противоугонное устройство, механическое. Почему? Чуть позже, а пока я представлю гостей, кто, собственно, будет вас сегодня наставлять на путь истинный. Ну, во-первых, слева от меня это мой тезка Максим Филиппов, изобретатель и автор замка «Гарант», а справа от меня Андрей Кровец, ну, если говорить литературно, с точки зрения, вот, если театра, да, как таково, а не литературно, с точки зрения языка, то это завпостановочная часть, а попроще говоря, это главный технический специалист российского автомобильного товарищества, человек, который каждый день делает дело с автомобилями, что касается их, вот, противоугонных систем и так далее, и тому подобное. Потому что все мы в той или иной степени беспечны и так дальше. Вот я представил гостей, тему вы уже знаете, естественно, нам можно звонить в прямой эфир 617-95-55, смс-портал для России 5577, для Казахстана 4444. Причем мы начнем и на ваши вопросы отвечать, и гости на мои, естественно, тоже будут. Я вам позволю себе напомнить, что сейчас, в эти минуты, пока вы с нами, там далеко очень на восток, Андрей Леонтьев и Анна Завершинская штурмуют, вот, если подойдете к карте, потом увидите, от Мурманска и до Магадана. Они пытаются сделать рекорд России, проехать эту трассу как можно быстрее, если нам повезет, и если, так сказать, связь нормальная, и они в зоне досягаемости сотовой связи, то мы с ними обязательно свяжемся и узнаем у них из первых рук, как они вообще там едут, и все в таком духе. Вот я вам все объяснил, и что? И все, давайте про механические противогонные системы. Я отчасти понимаю, почему механика популярна в нашей стране. Ну, если я не прав, вы меня сейчас поправите, но вот, чтобы вы, уважаемые телезрители, поняли, о чем мы сейчас будем говорить, я позволю себе для наших гостей, для вас, естественно, в первую голову показать небольшой сюжетик. Мы так собрали, так сказать, все, что могли на тему автомобильных противогонных систем и исключительно механического свойства, а потом мы уже, так сказать, вперед и с песней рванем, обсуждать это дело. Так, давайте смотреть сюжет. Автомобиль – это предмет поклонения не только потребителя, но и предприимчивых автоугонщиков. Их находчивости пытались и пытаются противостоять все мировые автопроизводители. Но реальное положение дел всегда шло вразрез с их инновационными чаяниями. Прежде чем начали появляться электронные системы, препятствующие запуску двигателя, главным оружием против автоваришек была штатная блокировка рулевой колонки. В зависимости от квалификации угонщика срывалась она за считанные секунды. И поэтому никакой защиты автомобилю не гарантировала. Тогда на рынке начали появляться механические противоугонные средства, самые известные из которых производились на российских оборонных предприятиях. Самыми популярными стали механизмы, запирающие капот, дополнительно блокирующие рулевую колонку или саму баранку, педальный узел, а также коробку передач. Механическая коробка передач запиралась внешним замком, автоматическая – специальным штырем, который блокировал внутренний узел привода кулисы. Ни одно из этих средств никогда не гарантировало ничего, кроме одного – утраченного шанса для угонщика в силу фактора времени. Чем больше препятствий на пути к его цели, тем выше вероятность, что автомобиль останется на своем месте. Индустрия современного рынка предлагает невероятный ассортимент всевозможных механических средств защиты. Но любому автовладельцу стоит знать одну прописную истину – шанс угона машины есть всегда. Ваша задача – оставить этот шанс всего лишь шансом. Ну вот так. Но у меня первым делом сразу к вам вопрос. Я понимаю, нашу машину можно угнать линейкой, да? Открыть ее и всех дел. Чем-то подобным. Не угнать, а открыть. Открыть, хорошо, открыть. Ладно. Будем осторожно в своих суждениях оценивать. Открыть можно. Но иномарки-то, да, Максим, это же иномарка, люди считают, если они купили иномарку, которая теперь приличная, ну, средняя, там, руке иномарки теперь хорошо за полмиллиона рублей стоит. Уж там-то все, штатная противогонка, там, условно говоря, там, европейский концерн, за его плечами сто лет автомобильного производства. Наконец он пришел к нам, мы купили официальную дилеру эту штуку, и он-то наверняка не подгадал, сделал там такую вещь, что чего я еще буду тратиться на все эти кочерыжки и запоры? Ну, начать надо, наверное, с того, что есть определенные уязвимые места на тех же самых импортных автомобилях. Но прежде всего, это требование стандартов, которые определяют, что в случае выхода из строя штатного имбилайзера система должна все равно заводиться и работать. И существуют дополнительные сервисные функции, которые имеются в каждом, ну, самом автомобиле, доступ через диагностический разъем и возможности, ну, деактивировать систему штатную имбилайзера. Ну, а дальше мы говорим о механических замках, которые штатно стоят, замки зажигания. Ну, проблематика штатной блокировки, она заключается в самой конструкции замка. Прежде всего, это же все-таки, как правило, массовое производство, оно настроено на литье точное, которое сделано из илумния, и алюминиевого сплава. То есть, корпуса замка достаточно хорошего нет. Единственный элемент, который есть у замка, высокопрочный, это ригель, который именно запирает сам рулевой вал. Ну, и дальше, перейдя к личинке, это, ну, в основном называется так механизм секрета. Принципиально он у всех автомобилей одинаковый по одному принципу, рамочному, так как это связано с надежностью работы этого устройства в автомобиле, потому что другие типа механизмов, типа пиновых, они такую нагрузку не выдерживают, климатическую в том числе. Ну, и вот эта особенность рамочного механизма замка, который, ну, подверженность его взлому силовому при помощи свертышка, она на сегодняшний день является, независимо от того, каким, собственно говоря, производителем он сделан, она подвержена этому взлому. Поэтому, думаю, что говорить о сравнениях, там, импортный, иностранный автомобиль, сделаны не по одним и тем же техническим принципам, используются приблизительно одни и те же материалы. Вот, поэтому сравнение здесь, вот, в данный случай неуместно. Главное понимать саму конструкцию, саму запирающую. Наши ничуть не хуже, как я понял, за выступлением Максима. Или такие же. Но, Андрей, вы же каждый день вскрываете? Ну, не каждый день вскрываем, но заявки поступают достаточно часто. На вскрытие автомобилей... Я просто к чему веду, что люди боятся влазить в электронику. Тем более, сейчас не просто пучок проводов, да, косички заплетенные. А уже там какая-то одна, там, условно говоря, центральная жила, и к ней все вот это вот. Я сам был свидетелен, что электросигнализация, которая извне подключается, да, к общей сети, допустим, того же пресловутого Форда Фокус, не дружит. Там начинаются, так сказать, вот взаимные бодяния, да, то есть вот машины не понимают, что от нее хотят, когда мы вырезаем с нее. И тут механика. Ура, какое счастье. Не надо крутишь проводку, мы там 2-3 болтика или сколько там, да, даже 10. Крутили, да. Да, и что? Ну, нет, все зависит от того, с какой целью мы открываем автомобиль. Если мы открываем для хозяина... Нет, нет, мы договоримся, что да, вот я лопух, я взял и потерял где-то ключи, или забыл их, или хуже того, я их закрыл там, у меня там пиджак, там ключи, я вышел, что-то такое, раз, два, три, хоп, все. Ну, через багажник, через заднюю дверь Тегуана, например, вашего, да, можно залезть там, потому что обязательно есть, ну, как бы, страховочный дублирующий путь, да, для того, чтобы, по крайней мере, изнутри салона открыть. Это не только на этом автомобиле, как правило, все автомобили этой группы, они проще, либо сложнее, но тем не менее, такой путь проникновения в автомобиль, возможно, хотя бы заключенный, да. через капот и так далее. Но это, это совершенно иная идея, да, это хозяин хочет попасть в свой автомобиль и по каким-то причинам не может этого сделать. Мы с этой целью их открываем. И да, только с этой. А что касается проникновения, так сказать, криминального, да, тут все зависит, ну, в общем, от целей, и чем сложнее автомобиль, тем просто дороже и серьезнее нужно оснащение для того, чтобы в него проникнуть и его, так сказать, изъять. Понял. Тогда Максиму опять давайте так, рубежи обороны расставим. Как раз хотел... Да. Ну вот, все. Значит, как бы два вопроса, да. Значит, первый это что? Какие узлы, агрегаты? Можно защитить механическим путем, механической противогонкой. И как под вопросик к нему же, это обязательно ли в этом случае должен быть союз механического противогонного средства и, ну, допустим, электронного, ну, штатного, там, я не знаю, или же там уже потом установлен. Ну, вот электроника и механика. Но сначала, так сказать, те рубежи обороны. Давайте. Давайте начнем, наверное, с союза. Почему? Потому что это принцип основной. Какую роль выполняет в автомобиле сигнализация? Ну, главная роль. Она и называется так, сигнализация. Она оповещает о нестационированном проникновении в автомобиль. Нет, штатное тоже. Но я говорю о том, что дополнительно. Есть ли в этом смысл союз дополнительной электроники? Вы немножко путаете. Штатная сигнализация, ну, как правило, мало автомобилей оснащено именно сигнализацией. Как правило, мы говорим об эмбелазере, который является механическим противогонком, ну, замоком, он является тоже эмбелазером, только механического типа. А то, что сидит в автомобиле, это эмбелазер электронный электронного типа. И, по сути, если в автомобиле присутствует сигнализация, то есть поставлена завода, то, в принципе, во многих случаях, когда недалеко от дома, этого достаточно для получения информации, для оповещения. Но на самом деле все зависит от ситуации. Мы не часто находимся рядом с автомобилем, поэтому нужно для себя поставить какие-то рубежи обороны, достаточные. И этим рубежами является, ну, прежде всего, создать определенные барьеры перед угонщиком, в результате преодоления которых вызывает оповещение через каналы связи. Это либо телефонные каналы связи могут приспособиться, GSM-каналы, либо радиоканалы у многих сигнализаций о несанкционированном проникновении. Не просто кричалка. Не просто кричалка, да. В последнее время очень популярно становится с обратной связью различной сигнализацией, которая позволяет владельцу, находясь достаточно далеко в массиве, получать информацию о проникновении в автомобиль. И дальше задача всех устройств, в том числе механических иммобилайзеров, заключается в увеличении времени на взлом для того, чтобы автомобиль мог покинуть место размещения. Это механические противоугонные устройства, это различные электронные иммобилайзеры, которые входят в состав вот этого комплекса. Поэтому говорить сейчас о какой-то панацеяне в рамках одного устройства, это бессмысленно. Это можно провести аналогию с любым домом. Попробуйте сказать, можно ли проникнуть в дом, на котором стоит просто дверь, одна, в котором есть хороший замок. Можно. И задача этой двери на самом деле заключается в том, что задержать на как можно большее время злоумышленника, а на то время, которое должна быть обязательно сигнализация, на время реакции. И чем дольше эта дверь выдерживает, тем вероятнее сохранение этого имущества. Поэтому думаю, что союз обязателен, а виды, мы говорим об узлах. Все узлы делятся на несколько элементов, которые непосредственно участвуют в управлении автомобилем. Что у нас участвует в управлении автомобилем в самом процессе движения? Ну и естественно двигатель, как основной движущий элемент. Дальше мы говорим об элементах управления приводами. Это коробка передач, это рулевое управление. И есть еще один элемент, это тормозная система, без функционирования которой управлять автомобилем будет достаточно проблематично. Поэтому задача механических блокираторов и электронных направлена именно на блокирование этих элементов. То есть управление коробкой передач, управление рулем, управлением тормозами и управлением двигателем. Как правило, нет у задействующих механических блокираторов. Ими управляют электронные эмбелазеры, которые блокируют различные цепи. Ну, они заблокировали, и слава богу. Но, допустим, их обошли. Есть же такие ловкачи, которые со своей электронной начинкой приходят, если уж они пошли конкретно на конкретную модель. И тут задача, так сказать, той самой механики. Я с точки зрения удобства, вот вы сказали, двигатель, коробка, тормоза, что еще? Ну да, все, подкапотный просад. Руль. Вот из этого всего, да, руль. Руль. Вот из этого всего, куда в первый угол нужно обязательно купить какую-то механическую железяку или набор железяк. В первую очередь. Чтобы вот туда и все. Или, по крайней мере, то самое время. Ну, скажем, будет как бы не совсем прилично, как бы, если я скажу, там, поставить за блокиратор рулевого вал типа Гарант. Но на самом деле... Ну, две же педали, в конце концов. Вот слушайте, скажите мне, а вы подтвердите или опровергните вот эта вот красивая штуковина, которая три педали и там вот так зажимала, и тут вот ключом. У меня такая осталась в гараже. Ну, еще с тех времен. Ну, самое простое. Эта штука еще до сегодня действенная или нет? Нет, она, естественно, ушла. Почему? Потому что, ну, во-первых, это неудобно. Я бы не сказал, что неудобно. Устанавливать ее неудобно. А, и снимать. И весь вопрос, который крутится, что выбрать владельцу, он связан с тем, на что он готов в свое время пожертвовать, пойти на какие жертвы при установке. То есть можно сделать так, что это будет удобно останавливаться. То есть одним движением повернул ключик, это ситуация. А можно, как мы говорим, в случаях, там, за тем самым гарантом, глоняться, там, ковыряться. Это сложно, неудобно, особенно для женщин, там, или для мужчин тучных животиками. Это проблематика, как бы. Естественно, человек идет по пути к простому, да. Вот ему нужно панацею и начинает рассматривать, что ближе. Но мы же понимаем, и то, что ближе к нему, тоже удобнее для взломщика, да. Потому что есть различные способы вскрытия самих механизмов секретов. И, собственно говоря, им легче воспользоваться этими способами, когда это находится в более открытом пространстве и близко расположено, как удобно. И все-таки... Что взять? Да. Ну, и вот я... Скажем, я бы рекомендовал человеку, если он рассчитывает там по соотношению цена-качество и ему это, то прийти, покупайте замки на руль. Если вы хотите удобства... Это уже полезный совет. Давайте с точки зрения стратегии... Стратегии, что лучше блокировать? Да. Конечно, это рулевое управление. Почему? Потому что там идут жесткие связи. По сути, заблокировав только один из элементов управления, допустим, коробки передач, вы блокируете рычаг. А дальше ваша задача заблокировать доступ к тем частям, которые дальше стоят в этой цепочке. Дальше у нас стоит трос, который соединяет коробку с этим рычагом. И дальше, естественно, сама коробка, которая стоит под капотом. И необходимо, поставив замок на коробку передач, необходимо, чтобы была защита от размыкания связи между коробкой и тросом. То есть, либо какие-то защитные элементы, не позволяющие это снять, либо должен быть замок капота в данной ситуации. По рулевому управлению, там невозможно снять рулевую тягу. Как вы будете продолжать движение? То есть, сняв какой-то элемент узла из рулевого управления, вы никак не решите для себя этот вопрос. А помните, Андрей, была такая штука, и у меня для вас есть вопрос. Руль съемный. Ну, это хорошо было, конечно, для все время, но это было круто. А это было круто, но на сегодняшний день мысль работала, но тогда не было подушек безопасности. На сегодняшний день, как это сделать, то есть, добиться хорошего ресурса, такого узла, безопасного ресурса, когда подушка не откроется, либо, наоборот, перестанет открываться, потому что нарушится какая-то там связь. Поэтому вот часто снимаемый руль, это сложно в современных условиях. Да, но Формуле-1 используется. Ну, это было красиво. Я думаю, что это возможно на самом деле, но это дорого на самом деле. Вот из Волгопрудного ваша тезка Андрея спрашивает о том, что у меня был гарант, значит, потом... А, я переехал в другой район, говорят, что он спокойный, у меня был этот замок на капот, на рулевой вал, но я потерял ключи, можно ли найти или что-то там подобное? Вопрос. Или, может быть, скорее, это да. Ну, с производителями. Ладно, сделал дубликат за вами, а, значит, найти. Ну, скажем, мы используем механизмы секреты, которые нельзя сделать в любой мастерской, поэтому по серийному номеру замка, обратившись к нам, мы можем помочь в воспроизведении ключа, но должна быть соблюдена процедура идентификации, что вам действительно принадлежит этот автомобиль на текущий момент, чтобы можно было воспользоваться этой услугой. А, то есть чуть ли все потеряно, если вдруг ключи... Ну, дело в том, что, может быть, это быть по умыслу человека, то есть, поэтому важна эта процедура. Тогда, Андрей, снова к вам вопрос тогда. Насколько вот эти вот все истории с механическими противогонками, ну, я не беру там вот совершенно такой харизматичный ряд, когда вот эта вот кочерга на руле, да, это все видно, но насколько как бы вот все эти механические замки должны быть так вот спрятаны, чтобы вот заглянул, прошел мимо и не понял, есть там что-то или нет. Ну, я понимаю, что там... Ну, мы говорим не о том, кто забыл ключи по рассеянности, а вот там злоумышленник, проходя... Ну, я не знаю, как деться, я просто методозил. Проходя мимо машины, там заглядка, ага, там никаких штырей, там на коротке, ничего такое не торчит, не висит, нету вот этой тоже, это наша совершенно фирменная идиотская черта, когда мало того, установить этот сигнал, надо взять наклеечку, наклеить, да, вот, вот, какая мистер-ганизация, дорогие друзья, вот и лезть, да? Или не надо, чтобы наоборот, вот эта вот штука, так сказать, вот выпирала мощно, что, о, да, все, я... Я считаю, что это механическая, вот, охрана не должна бросаться в глаза, потому что злоумышленник, если он видит, там, штырь, да, на коробках передач, он, скорее всего, сначала приготовится к тому, чтобы работать с этим штырем каким-то образом, да, для того, чтобы быстро демонтировать этот штырь запорный, да, а вот если он не видит никаких препонов механических перед собой, да, то он постарается быстро проникнуть в машину, начать ее, так сказать, активировать, снимать, там, то есть заставить ее двигаться, да, и только тогда поймет, что где-то что-то блокируется. Пока он найдет и увидит вот этот вот скрытый глубоко механический препон, это надо время, потом надо понять, как с ним работать, потом, возможно, придется вылезать из машины для того, чтобы работать с ним, потому что он в неудобном месте находится. Это все время. И вот наша, в общем, она достаточно небогатая статистика, то есть говорит о том, что, как правило, помочь демонтировать, что-то сделать вот с такой механической системой вызывают, и когда наши ребята-механика приезжают, то, как правило, автомобиль работает, двигатель работает. Просто... Но машина обездвижна. Но машина обездвижна, потому что стоит. Это главное для механического этого запора, да? Ну, естественно. Бог с ним завели, но все равно тронутся механические своим способом. Я хотел бы немножко добавить, нету однозначного мнения, это мнение профессионалов, которое основано на чем? На том, что вот этот автомобиль захотели угнать. На самом деле, обыватель немножко такое, двоякое мнение. А кто-то считает, такую же точку зрения занимает. Но есть люди, которые говорят о том, что, а зачем мне будут что-то ломать? Они вот знают, что у меня стоит это устройство. Они знают, что с ним будут сложности. Но рядом стоит другой автомобиль, у которого этого устройства нет, они пойдут и угонят его. И у нас действительно были случаи, когда приходили, а дайте нам только одну наклеечку, мы ее будем клеить. Но на самом деле, сложно говорить сейчас, это мнение потребителя, и на него ориентироваться тоже сложно. Но правильно вопрос-то профессионально звучит. Когда человек не готов к чему-то, он неожиданно получает информацию, шансов добиться результата, у него гораздо меньше. Поэтому, да. И времени нужно больше. Времени больше. А тут самое главное, это вот сколько простоит, устоит эта машина. Я понял. Давайте так. Давайте сделаем СМС-голосование. Ну, понятно, о чем мы говорим. Поэтому давайте СМС-голосование будет звучать так. А у вас пытались угнать автомобиль? Три варианта ответа. Да, нет, у меня нет автомобиля. Вы счастливый человек. Но тем не менее, мы тоже такой вот процент подсчитаем с удовольствием. А у вас пытались угнать автомобиль или нет? А пока, значит, люди у нас отвечают, мы связались с Андреем Леонтьевым. Помните, я и вам, и в начале программы говорил о том, что наш экипаж едет и пытается сделать мировой, нет, мировой, российский рекорд. Вот, ну, мало кто знает, что такое Магадан, и где он находится. Андрей, Андрей, приветствую тебя. Слышишь ли ты нас? Да, приветствую. Да, отлично. Андрей, знаешь что? Ну, естественно, тебе по ходу пьесы, пока ты едешь с Анной, будут задавать превеликое множество вопросов, как там, мимо чего едешь, с чем столкнулся и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот позволь, значит, я специально для тебя отсвяжу в памяти знаешь кого? Писенского. Помнишь, был такой автор у нас в русской литературе? Да, да, конечно. Вот его Перу принадлежит в следующие острова. Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно. И оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего, и некогда. Все скользит, оттого и бедно. Справедливо ли это выражение сегодня? Вот его, точнее, выражение, замечание. Ну, я думаю, что это может быть справедливо, если ехать по немецким автобанам и французским авторутам, а по чистым дорогам это никогда не скучно. Вот, потому что всегда есть ощущение неизведанности, сближения с непознанным, и вот наша страна, она во всех своих, так сказать, проявлениях, мне кажется, на дороге, вот это аккумулирование, да, наша дорога, и то, что вокруг нее. Вот, ну, про простой пример, мы не могли сейчас 20 минут связаться со студией, только и потому, что у нас отсутствует связь. Все три оператора молчат, а это граница не более, чем Пермского края и Кировской области. В общем, это несколько часов езды от Москвы. Все, глупо. А уже ничего нет? Да, спутниковый телефон, вы не можете звонить на спутник. Ну, как это может быть такое, представить себе? Дороги, состояние от идеального до фронтового это происходит, смена состояния происходит даже не в метрах отмеряется, а в сантиметрах. Вот. При этом, естественно, водитель не информирует о том, что впереди вот такие неприятности у него. И все это является таким сюрпризом, да, для всех. Вот. В общем, ничего не меняется. Мы довольно много ездим по России, вы знаете, это и уже много лет. И вот мы понимаем, что, наверное, русская дорога это не особое явление даже, которое не подвластно времени, социально-экономическим формациям. Это можешь даже не говорить. Знаешь, мы, в свою очередь, здесь в Москве сегодня говорим о механических противогонных системах. Тот автомобиль, на котором ты пытаешься сделать российский рекорд вместе с Аней, есть ли на нем что-то подобное? Нет, на нем никаких механических противогонных систем нет, разве что-то, кроме блокировки руля. Здесь все абсолютно стандартные функции. Здесь добавлена электронная система окрасов, которая позволяет обнаруживать автомобиль в каждой конкретной точке. Но сделано это больше для того, не чтобы у нас его не угнали. Вот такой красивый, весь обклеенный, в том числе и с логотипами Автоплюса. Видимо, это сделано больше для того, чтобы нас через сайт от локатора.ру можно было найти, каждому, кто захочет проследить за нашим перемещением. Мы все время в онлайне. Все понял, да. И на интерактивной карте вот точечка, которая бежит, она вот обозначает наше положение. Каждый может, смотри, где мы сейчас походим. Все понял, спасибо тебе огромное. Это еще один способ защитить машину, об этом мы как-нибудь потом поговорим. Удачи, Анне, от нас привет. Я напоминаю, что у нас на связи был... Вместе с Анной Завершинской наши ребята едут на скорость и пытаются установить российский рекорд от, значит, этого самого Мурманска до Магадана. 14 тысяч километров, между прочим. Вот так вот. Вы найдете еще такую страну, где бы 14 тысяч километров вы ехали, так сказать, в масштабах вот только одной нашей этой самой страны. Ладно. Значит, смс-голосование. А у вас пытаются угнать автомобиль? Да, нет. У меня вообще нет автомобиля. Тогда вы честный человек. Но мы тоже ждем ваше сообщение. Знаете что? А ведь у нас же лето. И хорошо, когда, так сказать... Ну, многие слышали о том, что есть противогонки механические для автомобиля. А что делать братьям нашим меньшим, я в хорошем смысле слова, которые на двухколесной технике? Мопеды, скутеры, мотоциклы и так далее, что там подобное. Это ведь вообще... Ну, я понимаю, машину ее может запереть там и так далее, и так далее. А здесь-то вот он стоит, вот беззащитный. Сел и поехал. Нет. Механическая именно сигнализация есть или нет? Нет, конечно, есть. Лечь идет о блокировке там органов управления тех же самых. Вариант это не орган управления, а орган движения на ступицу. Но я надеюсь, не вот тот простой вот этот трос или цепь вот к столбу ближайшему. У нас тоже есть такой замок, он, скажем, есть во всех производителей нормальных замковых компаний, которые делают замки на велосипедах, в том числе, которые обозначили, то есть трос с этим. Это замок на ступицу, который не позволяет вращаться к колесу переднему, упирается в вилку. Один из вариантов. Ну, и второй вариант, ну, обязательно, чтобы это он был, на наш взгляд, у нас тоже такая конструкция предусмотрена, это возможность фиксации данного транспортного средства к какому-то недвижимому объекту, чтобы нельзя было его погрузить. Потому что все-таки данная техника достаточно легкая, подъезжает газелька, кидают ее и увозят. Поэтому стоит она там и стоит, никого, собственно говоря, не интересует, разбираться там будут потом. Ладно, вот у вас спрашивают из республик Карелия, согнался ли вы сомнением, что если автомобиль захотели угнать, то его все равно угонят. И, кстати, видел Вольву из вашего пробега 3 июня в поселке Сегиш. Василий из Карелии. Ну что, так все пессимистично, что ли, или нет? Вот, Максим-то сказал, сколько рубежей обороны можно только механикой защитить, да плюс союз с электроникой, да плюс штатная сигнализация. А Василий сомневается. Речь идет о времени, да? То есть каждый из барьеров требует определенного времени для того, чтобы его, так сказать, негодяй преодолел. Надо, так сказать, сколько примеров, чтобы люди понимали. Поэтому все зависит... 30 секунд, 60 секунд? Как в кино или что такое? Возможно, что... Все зависит от нескольких параметров. Стоимость автомобиля, место, в котором он находится, и, возможно, для угонщика незаметно работать с ним, сколько у него есть времени. Если он в гараже в каком-то, да, проник в гараж, и там в гараже освобождает автомобиль от препонов, а потом незаметно открывает ворота и уезжает, да? Это один случай. Когда он на открытой стоянке, на охраняемой, это второй случай. Если это безумно дорогой автомобиль, он пригоняет эвакуатор, и абсолютно обездвижный автомобиль грузит на манипулятор, блокируя уже охранники стоянки, увозит. Максим, вот вам, каким механическим устройством... Это из Оренбургской области. Каким механическим устройством лучше блокировать автоматическую коробку? Каким механическим устройством блокирует автоматическую коробку? Ну, очевидно, человек думает, что... Мы говорим сейчас не о блокировании автомобиля, говорят о конкретном узле. Но это будет сейчас, с моей стороны, некорректно, потому что на этом присутствует очень много различных вариантов. Тогда давайте немножко по-другому вернем. Я понимаю, что... Надо сосредоточить самое главное. Что конторы, подобные ваши, и фирмы, и разработчики, и вы, как, так сказать, главная голова, да, своей конторы, в первую голову имеет отечественное автопром в мыслях, когда, вот, так сказать, пытается что-то... Не обязательно. Не обязательно. Автомат в наших автомобилях появился совсем недавно. И то его можно на совершенном слове назвать то есть это джатка, да, то, которая становится на гранту. Насколько, так сказать, вы в своих проектах, значит, вот, механических, как бы держите в уме тех, кто купил иномарки? У нас практически на сегодняшний день большая доля, ну, скажем, продукции, которую мы делаем, наверное, составляет порядка 80% этой иномарки. Поэтому, как бы, акцент идет у нас снова со временем. Рынок меняется, естественно, и предложение по продукту точно так же меняется. А вот вопрос автоматов. На самом деле можно говорить об блокировании автомата, как если мы сделаем какие-то дополнительные рубежи обороны, о которых я говорил, то есть закрыть доступ там к тросу, закрыть доступ к капоту, в принципе, замок на коробку передач с автоматом, он достаточно надежное устройство само по себе. Почему? В этом случае он блокирует только рычаг? Вы понимаете? Нет, он блокирует рычаг в данной ситуации. Но мы же понимаем, если мы защитим связь этого рычага с коробкой, то, в принципе, он блокирует всю сеть. И коробку нельзя будет точно так же включить. Но самое идеальное устройство, это было в своё время у англичан в автомобиле, они ставили прям замок непосредственно в коробку передач и ключом перекрывали возможность этого переключения. Вот это было идеальное устройство для автомобилей с коробкой передач. Но на сегодняшний день блокировка идёт замка зажигания. Поэтому автомат с точки зрения блокировки более предпочтительности, чем на ручной кипередаче. Потому что там выжимаешь сцепление и автомобиль как минимум дектировать можно вперёд. Но есть ещё и другая проблема. Это сопутствующие функции. Это, допустим, сигнализация. Вот многие сейчас в последнее время популяризаются с сигнализацией автозапуском. Но если коробка передач механическая, а вы собираетесь установить коробку автозапуск, блокировка переходит сзади передачи. Как вы её запустите? Для автозапуска нужна нейтраль. Не, не, у меня была такая. Она в нейтрале была. Да, но нейтрале-то вы уже совсем точно так же пожалуйста катите. Ну, ручник есть. Не достаточно? Мы же говорим, для того, чтобы в принципе надо же управлять. Надо же попасть в автомобиль, ручник-то, угонщик-то и спустит и автомобиль так же не ездит. Всё понял. Тогда знаете что? Ну нет в нашей стране человека, который не видел бы в фильме весь автомобиль. А там Дима Синицветов, как вы помните, Волгу после нескольких попыток защитил с помощью капкана. Я сейчас не призываю ставить капкан, Символ, скажем, механический. Да, да. Символ механики хороший. Я к чему. Можно ли... Ну, у нас же рукастые мужики и головастые одновременно. Можно ли, купив эту штуку, установить её самому? И насколько это будет корректно? Всё, наверное, зависит от навыков человека, от его профессии, собственно говоря, интересов. Есть простые устройства, которые можно установить, поиспользуя инструкцию, закрутить там 3-4 винта. Поэтому наша продукция на сегодняшний день так и пользуется спросом через розничную сеть, и там люди её приобретают. Но есть продукция, которая требует частичной разборки автомобиля и какое-то вмешательство там в узлы и агрегаты, которые там есть. Механическая обработка, иногда сварка. Да. И поэтому не рекомендуется, скажем, если это связано с разборкой автомобиля и сложными какими-то манипуляциями самостоятельно. Но лучше это с вами делать, да? Конечно. Тогда ещё один раз. Даже вот по замку, по нашему, если смотреть, существуют ситуации, при которых люди просто не умеют читать. У нас так принято. Ты лезешь сначала туда, пытаешься это сделать, показал, что сделал правильно, потом что-то не получается, потом задаёшь вопрос, открываем, говорят инструкции, ой, не увидел. Это болезнь. Поэтому, наверное, скорее всего надо привыкать к тому, что каждый должен заниматься своим делом и делать это хорошо. Но как минимум к специалисту подъехать, к которым есть там благо, скажем, таких компаний достаточно много, можно выбрать, которые рекомендуются, и за умеренную цену всё-таки это сделать. Но самостоятельно, конечно, может, если у вас есть инженерное образование, у вас есть подход технический, вы по крайней мере... В этом случае гарантия ваша будет сохраняться? Конечно. На это устройство, естественно. На это будет, да? Тогда, Андрей, человек купил на рынке автомобиль, и он не новый, он там. Ну, условно говоря, вы третий хозяин автомобиля. И там же есть что-то нечто механическое, и человек вам честно говорит, вот ключи от неё, всё. В этом случае, в этом случае, ну, как делают люди, когда, так сказать, они покупают машину? Первое дело, меняют сигнизацию, которая электронная. Понятно. Ну, кто-то на всякий случай. Это же правило распространяется на механике, то же, с другой стороны, ну, а что, ну, железяка, железяка, вот два ключа. Меня же убедили в том, что это невозможно, там, распилить там одномоментно, невозможно вылить на неё, там, бедон с кислотой, чтобы она тут, там, без ущерба расплавилась. Вопрос в чём? Что я сделаю? Конечно, это вы оставите? Лично я? Или поменяете? Лично я для себя? Нет, вы всем рекомендуйте. Что за решение для себя? Лично я. Для себя мы столько всего навертим. Любимых-то. Я человек ленивый, я не буду пользоваться этим. Значит, вот это вы не слышали. Он не может такого сказать, потому что он человек очень пунктальный, я просто его знаю. И он технически глава, как грант человек, это тут вот, давайте посерьёзно. Серьёзно, я бы, наверное, всё-таки заменил. Наверное, всё-таки заменил. Опять же, всё зависит от ценности машины для владельца. Я бы заменил, потому что вдруг всё-таки будут какие-то попытки со стороны прежних владельцев, которые ими, возможно, и не являлись, забрать этот автомобиль обратно. И здесь, конечно, механическая система им облегчит жизнь очень сильно, если они будут спокойно с ней работать. Со всем остальным наверняка, если они собираются что-то сделать с автомобилем, со всем остальным они наверняка уже знакомы. То есть, где рвутся цепи иммобилайзера, где... Я понял. Ну, то есть, механика не так капризна, как вот электроника, поэтому тут вот... Механика, да. Лучше поменять, потому что с механикой дольше возиться. Я понял, потому что мы же людям задали вопрос, а вас угоняли ли свой автомобиль? Я как... Пострадавший от этого однажды. В общем, ситуация крайне весёлая, но тем не менее. Мы в группе ВКонтакте задали этот вопрос, вот какие цифры. А вас угоняли или нет? И, как вы помните, три варианта ответа. Да, нет. И у меня нет автомобиля. Это значит, тире, вы счастливый человек. Значит, да, 13,03% сказали, что да, угоняли. Нет, 59% счастливчики. И у меня нет авто, всего 27,7%, кто зашёл на страничку программы нашего канала. Сейчас мы узнаем цифры, которые в ходе нашего разговора. И всё-таки давайте, Максим, пока мне скажут результаты, два слова о том, ну, насколько как бы... Ну, потому что вот открыл-закрыл, открыл-закрыл, открыл-закрыл. Если каждый день ей пользоваться, вот по-честному, вот, невзирая ни на что, вот каков ресурс этой истории, потому что там... Ну, это же не электроника. Это же механические части, они как-то там трутся и всё что-то такое. Я хотел бы немножко добавить к предыдущему сказанному, да. В некотором смысле коллега прав, что желательно поменять, чтобы была какая-то уверенность, но всё зависит, собственно говоря. Самый главный элемент в любом, как мы говорим, замке механическом, это механизм секрета. И если, собственно говоря, механизм секрета достаточно сложный, что нельзя нигде изготовить ключа, не санкционировано, нету заготовок ключа, и он сложно воспроизводим, тут уже уверенность в том, что если положено в комплекте два ключа, и отдали вам ключа, вероятность того, что у них остался дубликат, маловероятная. Но есть, конечно, вероятность, что он воспользовался для того, чтобы сделать этот дубликат, но тогда нужно обратиться к производителю. Была ли это санкция? Всё зависит от политики производителя. Я понял. У нас итоги, я позволю себе озвучить. Да, угоняли 47%, кто сейчас смотрит. Нет, не угоняли 38%, заметьте разницу, да. И 15% сказали, что у меня вообще нет автомобиля, я счастливый человек. Вот смотрите, с одной стороны голосование группы ВКонтакте, вот 59% сказали, что нет, не угоняли. И я был расстроился, зачем он сюда позвал этим летом, и вдруг выяснилось, что нет, а те, кто смотрит вот именно сейчас, в этот момент сказали, о, 38%. Да, это серьёзно. Ну, это серьёзно? Много серьёзного. Да, но вопрос поставлен, угоняли, а у них у всех были механические системы? Ну, не то, чтобы у всех, просто мы сейчас такой, как большой красивый маяк, который сигнализирует МСФ, что, друзья, если вы купили за полмиллиона автомобиль, вы ещё найдите, скажите, вилку от и до. Мы не будем уже там совсем, так сказать, рекламировать. Ну, допустим, минимальный какой-то базовый выбор механический и максимальный. Сколько это денег? От 6 тысяч, и, что зависит от автомобиля, до 20 тысяч. Порядок такой приблизительно. Ну, чем, так сказать, автомобиль дороже, тем и сигнализирует. Правильно это? Речь идёт не сама механика дороже, а установка на неё, потому что мы же понимаем, это же сервис. А, вот что. Вопрос не в стоимости самого устройства, а в стоимости работы. Я всё понял. Мы сейчас пытались вам объяснить, что механическая противогонка – это А, действенно, Б, доступно. В, в студии сразу два Максима. Поэтому, Андрей, вы загадывайте желание. Сейчас быстренько, у нас 30 секунд. И вы закажите желание, загадайте точнее. Но главное желание от нас, и пожелание вам – не пожалейте вот этих вот там от 6 до 20 тысяч. И чем больше у вас будет всяких вот этих вот заморочек, противогонных систем, неважно, какие-нибудь механические, которые придумал однажды Максим, или это дело кормит его всю жизнь, или электронных и остальных других, машина всегда останется вашей. И это я вам от души желаю. Это была программа «Автоэкспертиза». Максим Филиппов, Андрей Кровец, Максим Приходько. Удачи, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова